всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня в меню у нас опять азиатчина увидел я рецепт одного японца мне понравился я решил что-то подобное по мотивам так сказать сотворить понравился наверное потому что по моим впечатлениям рецепт этот не абсолютно японский это некое сочетание японских и европейских кулинарных традиций хотя возможно я ошибаюсь и рецепт чисто японский кто знает поправьте это будут рисовые бомбочки или наверное даже скорее пирожки из риса вместо теста рис с курицей в соусе терияки список ингредиентов и основные этапы рецепта в самом конце ролика прочитайте а начнем мы с маринада имбирь сразу очищу и натру его на терке понадобится примерно чайная ложка может быть 2 чеснок мелко порублю в посудину его сюда же воду крахмал размешать теперь соевый соус мирин сладко-рисовое вино мед сахар и кунжутное масло сахар коричневый ароматный чем более ароматный сахар его найдете тем вкуснее будет соус маринад готов теперь займемся куриной грудкой и и надо нарезать потоньше чтобы обжаривалась потом на сковороде моментально и в маринад ее на полчаса примерно маринада курицы много не надо солить тоже не надо соевый соус и так соленый а вот перца надо добавить я использую белый но можно и черный их пока на маринуется отварим рис сорт выбирайте такой же как на суше то есть короткозерный и липкий очень липкий крахмалистый варить надо естественно в подсоленной воде как именно варить зависит от того какой рис вы выбрали если это именно рис для суши классический то промывайте его хорошенько после чего перекладывать в кастрюлю заливаете водой пропорции воды и риса в конце ролика я напоминаю плотно закрываете крышкой доводите до кипения на сильном огне потом убавляете огонь и варить 15 минут на слабом огне оставшийся маринад надо выпарить до желаемой густоты пусть выпаривается через 15 минут делаем так подняли крышку положили полотенце вернули крышку на место как-то так подготовлю овощи все надо нарезать соломкой тоненькой и перец сладкий и морковь и лук как себя чувствует будущий соус отлично чувствует пора выключать нагрев ну что курица замариновалась давайте обжаривать готовый соус переложим в отдельную посудину вот на этой сковороде быстро обжарю курятину в обычном растительном масле в маринаде напомню есть и сахар и мед они очень быстро горят вот поэтому чтобы не успели сгореть а курица успела приготовиться надо нарезать ее очень тонко трех минут будет достаточно для такой толщины нарезки и сейчас добавлю соус и еще минутки 3 чтобы соус обволок в каждый кусочек весь процесс обжарки и потом обволакивание соусом проводим на огне ниже среднего все курица готова тоже в сторонку пока на этой же сковороде продолжаем готовить здесь быстро припустить овощи буквально три-четыре минуты периодически помешивая именно поэтому должна быть тонкая нарезка что за три-четыре минуты они стали такие полу готовые затем уже можно добавлять соус и и опять перемешать ну так выключаем нагрев и приступаем к сборке пирожков любом как лучше предложите название можно лепить руками но рис очень липкий но у меня есть подаренный подписчица вот такой гаджет для формовки бургеров я буду использовать его по назначению только вместо бургеров буду пирожки лепить сначала основание форму затем сюда положить курицу овощи и все это рис и накрываем и теперь эту штучку надо запанировать яйца взболтаем и рисовую бомбу сюда и в панировочные сухари вот такая красотуля получилась сразу в холодильник пусть там лежит пока остальные пирожки сформую что касается количества продуктов у меня получилось 6 таких вот бомбочек 6 пирожков достаточно больших осталось риса полторы ложки здесь даже на половину бомбочке не хватит вот столько курицы где-то наверное половина одной грудки куриный вот столько овощей ну и соус естественно еще есть то есть на самом деле количество соотношения продуктов зависит от того сколько вы начинки кладете в мою формочку влезает вот так если делать вручную то можно может быть вам риса хватит от начинки нет короче подгадывайте под свои размеры тех пирожков которые вы будете делать масло для фритюра надо нагреть до 180 градусов и вот после этого можно обжаривать начинка готова рис готов то есть нам надо просто подрумянить снаружи и все да и заранее конечно подготовьте тарелку с бумажными салфетками которые мы впитывали лишнее масло из готовых пирожков рецепт конечно замороченный но на мой взгляд довольно интересный чем вся замороченность как вы видите касается только процесса лепки этих самых пирожков рисовых японских наверно надеюсь японских смотрите какой соус слушайте готовьте сразу в два-три раза больше он обалденный так ну и что тут у нас внутри и самое главное что со вкусом вот такое соотношение риса и начинки в соус и конечно сразу все вот соуса надо готовить много он обалденный чем не здесь осталось-то от приготовления на столовая ложка не больше хотелось бы полстакана хотя бы вкусно курочка в терияке очень классная очень нежная хоть она и грудка но за счет того что готовил совсем недолго три минуты обжаривалась и еще там две-три минуты наверно в соусе и в озюку она абсолютно не высохла прекрасно овощи слегка припущенные они конечно вот пока лежали они размягли потому что я достаточно много времени на перестановку камеры нам проще это дело потратил если не снимать то они даже будут слегка так похрумдывать это классно классная штука что касается рисового пирожка ну рис он сам по себе неплох вкусный и вот это вот слегка похрустывающая внешняя корочка прекрасная штука причем их если вы наготовите сразу не надо их сразу в масло пихать они полежат у вас в холодильнике прекрасно не знаю сутки-двое потом когда понадобится вам быстренько все что-то сделать то с пылу с жару они во фритюре готовится просто моментально подрумянили две-три минуты и все и на стол соотношение сколько готовить начинки сколько риса тут все зависит от того как вы будете их лепить сами понимаете слепите маленькие слой риса будет большой начинки будет еще меньше на вас начинки еще больше останется в результате меньше минут начинки внутри будет стереть и совсем здоровые такие пирожки с очень тонким слоем риса начинки будет много может у вас рис останется но что-то сейчас останется вы его и так съедите прекрасно Короче, готовьте. Это классно. Это классно. И соуса побольше. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо Виктору. Виктор это подписчик, который прислал мне вот эту замечательную доску торцевую. Он ее сам сделал. У него столярная мастерская. Виктор, вот такая доска. Готовлю только на ней. И вообще прекрасно. Это венги. Все, что могу сделать, это я оставлю твой инстаграм под этим видео. Если кому нужны торцевые доски, обращайтесь. Вот такое качество. На этом позвольте с вами попрощаться. Напоминаю, промокод ФРЕСКО позволит вас сэкономить на ножах Самура. Я сегодня использовал Самуру Гольфу такую замечательную. Не забудьте щелкнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписаться, естественно. За лайки, дизлайки и репосты огромное отдельное спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...